Глава Чувашии подписал закон, определяющий порядок использования копий знамени Победы в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая. О том, какие еще события приурочены к 71-й годовщине Великой Победы и насколько к их проведению готовы все службы, говорили на совещании главы Чувашии и правительства республики. В возложении цветов, митинг и парад, концерты для ветеранов, эти мероприятия за много лет стали неотъемлемой частью праздника 9 мая. Однако каждый год программа дополняется новыми пунктами. Впервые Чувашия республика присоединяется к масштабным акциям «Аллеи российской славы». Данная акция является частью международного проекта «Звезда нашей Великой Победы», организатором которой выступает всероссийская организация «Боевое братство». В рамках проекта проходит автопробег через города России, Белоруссии и Китайской народной республики. Участники автомашства проедут по пяти маршрутам, которые станут олицетворением пяти лучей звезды на Знамени Победы. В городе Чебоксар автомаш прибудет 30 апреля, чтобы все знали об этом. Второй момент. Целью привлечения подразделяющих поколений. Впервые планируется реализовать проект «Неделя патриотистского кино». На территории Красной площади со 2 по 7 мая будут демонстрироваться кинофильмы советских лет и современные ленты из фондов Государственного архива, электронной и кинодокументации. Ожидается открытие интересных фото и мультимедийных выставок в Национальном музее Чуваши. В столице республики пройдет акция, которая понравилась ветеранам в прошлом году. «Приглашаем горожан, кто имеет личный транспорт, присоединяются к этой акции. Мы проводим с 1 по 9 тоже бесплатный провоз наших ветеранов. Это, во-первых, экскурсии по городу. Это и просьба ветеранов привезти их к кладбищам, которые у нас в городе 19, чтобы они могли посетить своих родственников бесплатно на личных автомобилях наших волонтеров. И следующий момент – подвести наших ветеранам праздничным мероприятиям, которые будут в городе участвовать». «Чуваш Автотранс», как обычно, будет перевозить ветеранов и сопровождающих их лиц к местам проведения праздничных мероприятий на территории республики. Этот вопрос обсуждается и с перевозчиком на пригородных железнодорожных маршрутах компании «Сотружество». Глава Чувашия напомнил, ни один ветеран не должен остаться без внимания. И задачи органов власти, руководителей предприятий, организаций, учебных заведений – дойти до каждого, выслушать их просьбы и пожелания и оказать максимальную поддержку. И еще о новшествах – 71-го дня Победы. Заместитель председателя Кабинета министров, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обратил внимание, что в этом году изменится время всероссийской акции «Бессмертный полк». Она начнется одновременно во всей России в 15 часов по московскому времени. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Усматриваем.